Добрый день, любители рыбалки! Я хотел бы вам рассказать, как из ленты ПВХ делается сетка для подставки. В интернете много есть таких приспособ для нарезки ПВХ. Продолжение следует... Как нарезать ленту, есть в интернете, это можно посмотреть, это все есть. Дальше лента наматывается на челнок и мы будем делать сетку. Что хотелось вам показать, это конечный результат. Это то, что делается из ленты ПВХ. Просто поменял на подставке сетку. Была мелкая сетка, неудобно, нацеплялись плечки, поэтому сделал леску из ленты ПВХ. Из лески можно тоже делать, но получается намного дороже. Тут же практически она ничего не стоит. Берем шнурок как направляющий. Ленты ПВХ отмеряем где-то метр двадцать. Сейчас мы в конце берем провилку и отмеряем сколько нам надо, какой у нас будет ячейка сетки. Завязываем. Опять прикидываем. Потеряем. Получилось вот такое колечко. Видно? Вот такое колечко и вот такое длинный отрезок ленты. Значит, вот это колечко надеваем на нашу веревочку. Сейчас мы завязываем здесь узел и начинаем плести. И находим какой-нибудь упор для того, чтобы можно было начинать вязать. Смотрите, элементарно прямо на батарее. Берем провилку, подводим провилку под наш узелок. Вот эта левая часть нам мешать не будет. Дальше начинаем вязать. Форсовываем под две веревочки. Делаем узел. Затягиваем. Дальше. Между ними. Затягиваем. Дальше. Набираем вторую петлю. И смотрим, чтобы вот здесь вот было ровно. Материал получается пружинистый и не совсем удобно с ним работать. Поэтому приходится придерживать пальцами левой руки. Набрал петлю. Вот этим пальцем его перехватываю. Делаю одну петлю. Один узелок. Далее второй узелок. Вот для чего нужна была резинка. Вот сейчас самочелнок получается уже короткая нитка. Значит, саму нитку надо удлинить. Вот саму резиночку поднял наверх. Соскочил и опять ее обустел. И она не выскакивает. Потому что она на пружине стоит. Если резинку эту не поставить, она постоянно будет выскакивать. Вот эта модель под большой подсап. Вот так. Вот то, что я вам показывал, саму то, получается, сделал на маленький подсап и все-таки набрал малое количество петель. Надо было больше. Чтобы вот это вот все-таки падало вертикально вниз. Чтобы не было вот этого опирания. Для того, чтобы рыба заходила свободно. Вот это надо, наверное, еще переделать. Значит, вот это вторая модель. Это под большой подсап. Значит, когда ляжешь по кругу, может получиться вот такая петрушка, что петли вот здесь вот, они не совпадают. И получается вот такая вот ерунда. вот так получается. что один узелок ниже, другой выше и намного выше. Значит, почему так происходит? Это происходит потому, что мы плетем по кругу и надо постоянно смотреть, чтобы натяжение нитки было прямо. и для этого надо поворачивать постоянно шнурок наш по кругу, по мере плетения. И выравнивать, и выравнять, чтобы леска была одинаковая. Чтобы узелки, узелки были вот так вот одинаковы. Тогда будет само все классно. Все готово. Значит, в принципе, это все, что я хотел вам рассказать. Рассказал я вам для того, чтобы можно было бы еще что-то делать из ленты ПВХ. Потому что сама идея ленты из бутылки ПВХ очень классная. Но мы до сих пор не знаем, куда ее применить. Вот это один из способов, куда ее можно применить. Да, кстати, вот это окончание, мне кажется, связано с самопонятностью. Это вот этот шнурок. Он собирается воедино. И получается у нас классное окончание сетки. Вот так где-то. Ну что. Ну, пожалуй, все.